Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для формования мясных продуктов. Процесс формования применяют при производстве колбасных и кулинарных котлеты, пельмени и других изделий. Он является заключительной стадии механического воздействия на мясное сырье перед тепловой обработкой. От качественного выполнения этой операции зависят выход и качество готовой продукции. Оборудование для формования бывает периодического и непрерывного действия. Открытого продукт контактирует с окружающей средой и вакуумного исполнения. К оборудованию периодического и непрерывного действия относятся шприцы, одно и многоцевочные, нагнетатели фарша, а непрерывного действия автоматы, котлетный, пельменный, пирожковый, формование колбасных изделий, полуфабрикатов и другое. Машина для формования мясных хлебов. Данное оборудование используют в производстве самостоятельно или в составе комплексов оборудования и поточных линий для формования мяса продуктов. Рассмотрим устройство и принцип действия шприцов. Шприцы применяют в основном при производстве колбасных изделий. Они вытесняют фарш при заполнении колбасных оболочек, форм, тары. В колбасном производстве этот процесс шприцевания включает, кроме заполнения колбасной оболочки, операции вязки, штрихковки и навешивания колбас на палки и рамы. Шприцы различают механические и гидравлические с периодической и непрерывной выдачей фарша, открытые и вакуумные. Для выдачи фарша в оболочку используют вытеснители. Шнековые, винтовые, поршневые, ротоционные, эксцентриково-лопастные. Фарш из вытеснителя в оболочку поступает через цевку, металлическую насадку в виде трубки. Цевки имеют цилиндрическую форму с коническим расширением в месте соединения с вытеснителем. Их подбирают в соответствии с видом и диаметром колбасной оболочки. Шприцы могут быть одно и многоцевочными. Шприц состоит из бункера для приема фарша, вытеснителя, цевки, привода и механизмов, обслуживающих вытеснитель. Причем в порошневых шприцах в качестве бункера служит цилиндрическая емкость. Современные конструкции шприцев снабжаются устройствами для дозирования фарша, надевания на цевку оболочки и для ее пережима или перекручивания. На небольших предприятиях фарш загружают в бункеры шприцев вручную из тазиков, на крупных подъемникам с тележкой или по спускам с верхних этажей здания, через бункеры с помощью ковшей. При загрузке шприца необходимо следить, чтобы в фарш не попадали посторонние предметы – кусочки оболочки, шпагата, бумаги и прочего. Оболочку на цевку надевают либо вручную, либо с помощью вспомогательного устройства приставки. Плотность шприцевания зависит от вида колбас, содержания влаги в фарше, вида оболочки, ее диаметра и способа термообработки колбасы. Вареные колбасы набивают неплотно, так как в фарше содержится много влаги. Полукопченые колбасы набивают плотнее вареных. Самая плотная набивка необходима для фарша сырокопченых колбас, чтобы исключить попадание в батоны воздуха, который может привести к порче продукта. При шприцевании сосисок и сарделек фарш в оболочке не уплотняют. Шприцы периодического действия с поршневым вытеснителем могут быть с механическим и гидравлическим или пневматическим приводом. Наибольшее распространение получили шприцы с гидравлическим приводом. Шприц-дозировщик гидравлический Е8ФНА-01 предназначен для производства штучных сосисок, сарделек, копченых и полукопченых колбас в искусственных и естественных оболочках. Он состоит из станины фаршевого цилиндра, силового гидроцилиндра, поршней, дозирующих устройств и гидроцилиндра, регулятора ДОС. Электродвигателя, шестеренчатого насоса, подколенного рычага, дозировочного стакана, цевки, шкафа с электроаппаратурой, крышки бункера и зеркала. Фарш загружают в бункер, включают электродвигатели приводов шестеренчатого и вакуумного насосов. В поршневой полости цилиндра образуется вакуум. Конусный клапан опускается вниз, и фарша через кольцевую щель втягивается в цилиндр. Загрузка продолжается до тех пор, пока не загорится сигнальная лампочка, и золотниковый шток не поднимется в исходное положение. Переключением подколенного рычага золотника включается шприц. Гидромотор сообщает вращение валу с закрепленной на нем цевкой и передает реверсивное движение дозировочному стакану. Последний начинает вращаться вокруг оси. В тот момент, когда его отверстие совмещается с отверстием фаршевого цилиндра, и фарш под давлением поступает в полость стакана, начинает давить на дозировочный поршень. Стакан заполняется, дозу регулировать можно на ходу, а ее величина фиксируется на шкале. Вытеснение фарша происходит до тех пор, пока поршень дозирующего цилиндра не упрется в его крышку. Когда подколенный рычаг будет опущен, прекратится шприцевание. Подробнее рассмотрим конструкцию шприца-дозировщика E8FNA01. На слайде представлена комбинированная схема, которая включает в себя схему шприца-дозировщика E8FNA01, совмещенную с кинематической схемой шприца. Напомним, что шприц-дозировщик предназначен для производства копченых или полукопченых колбас в искусственных и естественных оболочках, а также штучных сосисок и сарделек. И состоит из станины 1, фаршевого цилиндра 5, силового гидроцилиндра 3, поршни 3-4, дозирующего устройства и гидроцилиндра, регулятора ДОС-17, электродвигателей 20-26, цевки, бункера, гидропривода и шкафа управления. Гидропривод включает в себя шестерённый насос 21 и соединительные шланги 10 и 14. Шприц может работать в режиме дозирования формуемых изделий и в режиме непрерывной подачи фарша в оболочку. В режиме дозирования шприц работает следующим образом. Колбасный фарш загружается в бункер. Включаются электродвигатели шестерённого и вакуумного насосов. Под коленным рычагом 30, связанным с золотником 29, включается шестерённый насос 21. И масло через заредукционный клапан 25 и золотник под давлением поступает в штоковую полость силового гидроцилиндра 3. Поршень фаршевого цилиндра 5 перемещается вниз и в поршневой полости цилиндра образуется вакуум. Конусный клапан 7 опускается и фарш через кольцевую щель поступает из бункера 8 в фаршевый цилиндр 5. В штоковой полости фаршевого цилиндра 4 образуется избыточное давление воздуха, которое через шланг воздействует на шток вакуумного золотника 12. Последний опускается, что обеспечивает сообщение полости фаршевого цилиндра с вакуумной линией насоса. Происходит загрузка и вакуумирование фарша. Загрузка продолжается до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа. И золотниковый шток не поднимется в исходное положение. Переключением подколенного рычага 30 золотника 29 включается шприц. Масло из шестерённого насоса 21 через редукционный клапан 25 и золотник 29 поступает в поршневую полость силового 3 и дозирующего 16 гидроцилиндров. А через дроссель 31 с регулятором 17 и предохранительным клапаном в полости гидромотор 32. При этом шток рукоятки дросселя 31 устанавливается в необходимое в зависимости от производительности положение. Гидромотор 32 сообщает вращение полому валу 35 с закреплённой на нём цевкой и движение дозировочному стакану 15, которое осуществляется с помощью шестерени 34, кривошипов и шатуна 11. Дозировочный стакан 15 движется вокруг своей оси в тот момент, когда его отверстие совмещено с отверстием фаршевого цилиндра 5. Фарш под давлением поступает в полость дозировочного стакана 15 и давит на дозирующий поршень дозирующего цилиндра 16. Усилие на поршень передаётся через шток. В связи с тем, что соотношение рабочих поверхностей поршней не одинаково, в поршневой полости дозирующего гидроцилиндра создаётся давление, повышающее давление в общей линии. При этом срабатывает редукционный клапан 25. И дозирующий поршень движется вниз, а в полости дозировочного стакана 15 заполняется фаршем. Процесс продолжается до тех пор, пока поршень не упрётся в регулятор доз 17. Регулирование доз может осуществляться в процессе работы шприца, а величина доза фиксируется на шкале. В тот момент, когда отверстие дозировочного стакана 15 совмещается с отверстием полости цевки, то есть с атмосферой, усилие давления масла передаётся с помощью штока на дозирующий поршень, который в свою очередь вытесняет под давлением фарш через цевку в оболочку. Это происходит до того момента, пока поршень дозирующего цилиндра 16 не упрётся в его крышку. Процесс шприцевания закончится после того, как будет отпущен в подколенном рычаге 30. Для работы в режиме непрерывной подачи фарша вместо дозировочного стакана с поршнями устанавливают гильзу. Загрузка фаршевого цилиндра и вакуумирование фарша осуществляется так же, как и в режиме дозирования. При включении подколенного рычага фаршевый поршень под действием силового поршня поднимается вверх, и фарш через отверстие, гильзу, полый вал и цевку выдавливается в колбасную оболочку. Работа шприца гидравлического периодического действия ГШУ-2 Аналогично работе описанного выше шприца дозировщика. Для ускорения надевания оболочки на цевку шприц оборудован вертушкой, имеющей два конца, для надевания параллельно на две цевки. В то время как через одну цевку шприцуют фарш, на вторую надевают оболочку. Затем вертушку поворачивают, и цевка с надетой оболочкой устанавливается в рабочее положение. Шприцевание выполняют при горизонтальном положении вертушки. Если поставить ее в вертикальное положение, выход фарша прекратится. Цевки переключаются краном, установленным на фаршевом патрубке. Достоинство гидравлических шприцев – простота конструкции, надежность в работе, сохранение исходных свойств, качество фарша и формы кусочков шпика. Недостатки. Снижение скорости истечения фарша с увеличением числа цевок. Так как скорость движения поршня постоянно, под поршнем накапливаются частицы фарша, обильно загрязненные микрофлорой. Технические характеристики гидравлических шприцев представлены в таблице на слайде. Шприц одноцевочный Я-3 ФША предназначен для вакуумирования мясного фарша и наполнения им колбасных оболочек при производстве вареных и полукопченых колбас. Он состоит из бункера рабочих цилиндров с подающим шнеком, привода, рамы, ограждения, узлов вакуумирования и управления. Шприц работает следующим образом. Фарша загружается в бункер. Подготовленную оболочку надевают на цевку вручную. Нажатием педали включают привод шнека. Фарш под действием собственной массы и разрежения, создаваемого вакуумной системой, поступает внутрь цилиндра, где захватывается шнеком и подается к цевке. Оболочка наполняется фаршем. Шприц обслуживает один человек. В таблице на слайде представлены технические характеристики одноцевочных вакуумных шприцев непрерывного действия. Одношнековые вытеснители просты по устройству, но имеют ряд недостатков. Фарш в цилиндре перемещается не только в осевом направлении, но и частично вращается вместе со шнеком. Что приводит к нежелательному перетиранию и перераспределению по объему фарша компонентов. Кроме того, на выходе из вытеснителя наблюдается пульсация фарша. Этих недостатков лишен двухшнековый вытеснитель. Шнеки 7 которого имеют правую и левую навивку и спрофилированы так, что входят во взаимное зацепление. Муфтами 2 они соединены с валами редуктора и приводятся во встречное движение. Подобная схема обеспечивает строго осевое смещение фарша, без пульсации и перетирания. Шнеки имеют три зоны. А. Нагнетание. Б. Загрузки. В. Вакуумирование. Нагнетающую часть шнеков профилируют в зависимости от консистенции фарша и заменяют в машине при переходе на другой вид продукции. В зоне вакуумирования шнеки выводят фарш, который туда попадает из-за разности давления. Шнеки изготавливают из нержавеющих сталей, прецизионно обрабатывают и шлифуют. Также промышленностью выпускаются в большом количестве непрерывно действующие вакуумные шприцы с двумя оцепками. Шприц вакуумный ШФВ 2.78 предназначен для наполнения фаршем колбасных и сосисочных оболочек, как натуральных, так и искусственных. Он состоит из станины, на которой установлены привод и вакуум-насос, бункера и двух шнековых вытеснителей с цевками на конце. Включение привода вытеснителей ножное. Фарш загружается в бункер, откуда шнеками подается в трубопровод и далее в цевку. Предварительно перед включением привода шнеков на цевку надевается оболочка, закрепленная с одной стороны шпагатом или клипсой. По мере наполнения оболочка перемещается вдоль цевки. При достижении требуемой длины батона оператор отключает привод шнека и перевязывает или клипсует оболочку с другой стороны. Диаметр цевки должен примерно соответствовать диаметру набиваемой оболочки. Двухцевочная конструкция значительно повышает производительность шприца на единицу занимаемой площади. Возможность быстрой смены шнековых вытеснителей и цевок обеспечивается работа с фаршем различной консистенции, различными видами и диаметрами оболочки. Наличие автономной вакуумной системы позволяет применять данный шприц для производства высококачественных колбасных изделий и увеличивать выход готовой продукции за счет повышения влагосвязывающей способности фарша. Благодаря низкому расположению бункера возможна ручная загрузка фарша. Шприц изготовлен из нержавеющей стали, что увеличивает срок его службы и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Простота, удобство и безопасность эксплуатации обусловлены удобным расположением рычагов и кнопок управления, а также размещением силового электрооборудования в выносном шкафу. Шприц вакуумный FH2LM представлен на слайде. На верхней части станина закреплен корпус рабочих шнеков, который имеет две пары цилиндрических росточек. С одного торца корпуса редукторы привода шнеков, с другого конусы для крепления двух цевок. Сверху, над цилиндрическими росточками устанавливается пара вакуумных головок и бункер для фарша. Шнеки – одноходовые винты противоположной навивке. Один конец шнека надет на консольный вал редуктора, другой свободно лежит в росточке. Шнеки вращаются навстречу друг другу. Вакуумная система включает в себя масляный шестеренчатый насос, масляный бачок, вакуумную головку, отстойники и соединительные резиновые трубки. Педали включения представляют собой два поворотных рычага, закрепленных на осях. При нажатии ногой на педаль рычаги включают конечные выключатели и через магнитные пускатели включаются электродвигатели. Вакуумный шприц FH3LM является модернизацией шприца FH2LM. Его применяют для вакуумирования фарша и формования им колбасных оболочек на двухцевках при производстве вареных и полукопченых колбасных изделий. Технические характеристики вакуумных двухцевочных шприцев представлены в таблице на слайде. Зарубежными фирмами выпускается большое количество шприцев для формования мясопродуктов. Наибольший интерес представляют непрерывно действующие вакуумные шприцы немецкой фирмы WEMAK. Она выпускает несколько модификаций шприца непрерывного действия робот 1000S3, 2000S3, 3000S3. Робот 2000S3 выполнен из нержавеющей стали, комбинированной с высококачественным чугунным литьем со специальной обработкой. Частота вращения питательных шнеков регулируется бесступенчато в пределах от 70 до 420 оборотов в минуту. В зависимости от выбранного шага шнеков это способствует пропускной способности от 400 до 6000 кг фарша в час. Исполнительные органы шприца, вытесняющие продукты с фаршевого пространства, два вращающихся навстречу друг друга питательных шнека. Степень откачивания воздуха обеспечивается до 98%, что способствует вакуумированию шприцуемого продукта. Робот 2000S3 применяют для любых видов шприцевания. Он может работать в агрегате с автоматом для перевязки батонов металлическими скрепками. Оснащение шприца цифровым дозатором порциомат позволяет использовать его непосредственно для шприцевания штучных изделий с точным дозированием массы. Поддающийся установке диапазон регулирования фаз находится в пределах от 15 до 10 тысяч грамм. Далее в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия формовочных автоматов, машин и комплексов. К формовочным автоматам относят котлетный, пельменный и пирожковый автоматы. К формовочным машинам – машины для формования мясных хлебов. Котлетный автомат предназначен для дозирования фарша и формования котлет. Загрузочный цилиндр снабжен шестилопастным винтом, который оказывает давление на находящийся в цилиндре фарш. А также плотно и равномерно заполняет формующие карманы вращающегося стола. Загрузочный цилиндр автомата и шестилопастной винт для удобства промывки и очистки рабочей части машины изготавливают съемными. У днища загрузочного цилиндра имеется овальное отверстие. Через него фарш из цилиндра поступает в формующие карманы стола. На опорную плиту, расположенную на валике стола, опираются нижние торцевые срезы поршней при прохождении под цилиндром. Положение опорной плиты изменяют путем вращения рукоятки, действующей на регулятор и смещающей по оси валик с опорной плитой. Таким образом регулируют объем карманов стола и, следовательно, массу дозы. Диск предназначен для съемок котлет со стола и их передачи на дальнейшую обработку. Стрелками на рисунке указано направление движения котлет. Зазор между нижней поверхностью диска и верхней поверхностью стола равен 0,2 мм. Для очистки вращающегося диска предусмотрен скребок, сбрасывающий частицы фарша. Он должен плотно прилегать к верхней поверхности диска. Штоки поршней снабжены шарнирами, которые во время вращения стола катятся по кулачку. И в зависимости от конфигурации его развертки обеспечивают поршням возвратно-поступательное движение. При подходе к загрузочному цилиндру поршень опускается в крайнее нижнее положение. А после прохождения загрузочного цилиндра вместе с отформованной котлетой поднимается до уровня верхней плоскости стола. Загруженный в цилиндры мясной фарш нагнетается шести лопастным винтом. В формовочное отверстие стола. После чего отформованные котлеты, круглые, поршнями выталкиваются на его поверхность. Где их подхватывает конвейерный диск и забрасывает в посыпанные сухарной мукой лотки. Техническая характеристика котлетного автомата представлена в таблице на слайде. Пельменный автомат СУБ-267 предназначен для приготовления пельменей из теста и мясного фарша. Он действует непрерывно. При ручной загрузке теста и фарша в бункер происходит автоматическая и безотходная штамповка пельменей. При движении конвейерной ленты барабаны вращаются и прокатываясь по начиненным фаршем тестовым трубкам штампуют пельмени, которые на подкладной доске образуют четыре ряда. Ячейки барабана имеют разделительные и клеющие кромки. При нажиме штампов на тестовую трубку, заполненную фаршем, последний ототесняется по ячейкам, освобождая место склеивания и разделения пельменей. При дальнейшем нажиме штампов пельмени складываются. Разделительная кромка продавливает тесто насквозь, образуя промежутки между пельменями. При нормальном технологическом процессе получаются крепко склеенные пельмени. Расстояние между которыми равно 3-5 мм. Перед штампующими барабанами установлен мучной бункер с ворошителем. Он имеет отверстие, через которое на проходящие под ним тестовые трубки с фаршем сыплется мука. Это предотвращает прилипание пельменей к ячейкам барабанов. Попадающая на тестовые трубки мука разравнивается двумя резиновыми скребками, укрепленными на бункере. Количество подаваемой муки регулируется шиберами. Мука и кусочки теста, налипшие на барабаны, очищаются щеткой, установленной на вилке. Автоматом управляют с пульта управления. Технические характеристики автомата представлены в таблице на слайде. Колбасные оболочки после заполнения должны оформляться в виде готовой продукции. Сосисок, сарделек, колбас. Эти виды продуктов могут быть порционированы по массе или объему. Или не иметь точной массы. При оформлении наполненная фаршем колбасная оболочка разделяется на батоны. Концы которых герметизируют тремя возможными способами. Перевязкой шпагатом, перекруткой, наложением металлической скрепки, клипсы. Перевязка батонов наиболее старый способ. При этом в большинстве случаев эта операция производится на батонах большого диаметра вручную. Вязку производят на специальных столах, устанавливаемых непосредственно у шприца. При большой производительности столы снабжают отводящими транспортерами. Для перевязки колбасных изделий малого диаметра, сосиски, сардельки применяют полуавтоматические машины. Полуавтомат FV2D предназначен для перевязки сарделек. Он состоит из рамы 8, на которой закреплена передняя панель 1 с тремя отверстиями 2 для прохождения сарделек. Редуктор 6 с электродвигателем 7 и протягивающего барабана 9. Протягивающий барабан состоит из лопастей 5, спрофилированных для укладки гирлянды сарделек. Отверстия на передней панели периодически перекрываются пережимными пластинами 3 и 4. Периодически на определенный угол поворачивается и барабан. Периодичность движения рабочих органов обеспечивает специальный редуктор 6. На слайде представлена кинематическая схема полуавтомата FV2D. От электродвигателя 10 редуктор передает движение протягивающему барабату 25, пережимным пластинам 14 и зубчатым колесам 18, 20, 22 перевязывающих механизмов. Электродвигатель через червячную пару 7 и 2 вращает вал 5, на котором закреплено водило 4, малятийского креста 3, обеспечивающего цикличность движения барабана. На этом же валу закреплен кулачок 15, на котором приводится в колебательное движение сектор 13 с зубчатым венцом, входящим в зацепление с зубчатым колесом 12. С другой стороны зубчатое колесо входит в зацепление с двумя зубчатыми рейками 77, с жёстко связанными с пережимными пластинами 14. Механизмы перевязки приводятся в движение через коническую передачу 8 и 7, и зубчатые колеса 16, 17, 19, 21. Шпагат находится на бобинах 23. Полуавтомат работает следующим образом. Перед началом работы конец с заполненной фаршем оболочки вставляют в окно к пережимным пластинам 14 и включают привод. Пластины пережимают оболочку, а за счёт вращения зубчатого колеса 12 накладываются 4 витка нитки. После этого пластины расходятся, а барабан поворачивается на 60 градусов, протягивая оболочку. Перевязанные сардельки укладываются на отвадной конвейер или на стол. Производительность полуавтомата до 175 сарделек в минуту при её длине 90 мм. Мощность электродвигателя 0,55 кВт. Масса машины 121 кг. Выше были рассмотрены устройства механизмов для перекрутки, соединённых со шприцом. На базе подобных автоматов создают модульные агрегатированные линии, на которых производится не только шприцовка и перекрутка, но и навешивание гирлянд, сосисок и сарделек. В качестве примера подобной системы приведём автоматизированный агрегат PLH216 фирмы Handmann в Германии. Он состоит из трёх модулей – вакуумного шприца 5, перекручивающего поддерживающего устройства 4, ленты конвейера 3, отводящего конвейера 2 и конвейера для навешивания 1. Все узлы унифицированы и могут быть использованы в различной комбинации. На рассматриваемой линии фарш из тележки 6 загружают в бункер шприца 5. К шприцу присоединено перекручивающее и поддерживающее устройство 4, из которого порционированные и перекрученные сосиски попадают в зазор между двумя пластмассовыми лентами 3, отводящего устройства. Применение отводящего конвейера позволяет достичь производительности агрегата до 1200 сосисок в одну минуту. С отводящего конвейера сосиски навешиваются на крюки конвейера 1. Крюки перемещаются по направляющим пластмассовой зубчатой тянущей лентой. В конце этого конвейера рабочий нанизывает гирлянду сосисок на палку, которую загружает в тележку термокамеры. Для наполнения оболочки, порционирования, перекрутки и навешивания применяют специальные автоматы. На них используют гофрированные белковые, целлофановые и пластиковые оболочки. Автоматический агрегат V6 FSB выполняет все перечисленные выше операции. Управление операциями производится с помощью электромеханической системы. Автомат состоит из трёх частей. Нагнетателя фарша 1, формующего агрегата 2 и приёмного устройства 8. Нагнетатель 1 соединён с трубопроводом с шестерённым вытеснителем 4. На корпусе смонтированы магазин для оболочек 5 и подающие устройства. Перекрутчик и отводящий порционирующий конвейер 6. Навешивающее устройство 7. Навешивающее устройство 7 состоит из вращающейся наклонно установленной трубки, через которую проходит гирлянда сосисок. Более подробно рассмотрим кинематическую схему агрегата V6 FSB. Агрегат V6 FSB имеет автономные приводы механизма подачи оболочки, вытеснителя и приёмного устройства. Гофрированные оболочки укладывают на лоток 17 и они удерживаются стержнем 16. При движении шприцующей трубки 44, копир 15, закреплённый на ней, воздействует на стержень 16. И одна оболочка выпадает в лоток 51 центрирующего механизма. Лоток находится в нижнем положении, а при центрировании поднимается электромагнитом 31 через рычаг 32. Шприцующая трубка проходит через боковое отверстие в зоне наклетания шестерённого вытеснителя 43. В позиции подачи оболочки трубка 44 отходит налево, если смотреть на рисунок, до упора. И в этот момент перекрывает отверстие в насосе. После центрирования оболочки трубка перемещается вправо и входит в отверстие цевки 19. В этот момент боковое отверстие в трубке попадает в полости вытеснителя и открывает путь для фарша. В процессе шприцевания оболочка перемещается толкателем 47. Шприцующая трубка и толкатель перемещаются цепями 48, с которыми связаны держателями 45. Цепи с одной стороны прикреплены к дискам 6 и 49, а с другой к грузам 38. Диск 6 закреплен на выходном валу червячного редуктора 8, а диск 49 установлен на подшипниках на ступице диска 6. Между собой диски соединены сбоку поводком 50. Движение к дискам передается от электродвигателя 1 через клиноременную передачу 4 и червячный редуктор 8. Вал мотора тормозится тормозом 2 и 3. Шестерённый вытеснитель 43 приводится в действие от электродвигателя 39 через клиноременную передачу 40 и разъединяющую муфту 33 и 35, которая управляется электромагнитом 13 через рычаг 12. Система перекрутки дозирования состоит из вращающейся цевки 19 и порционирующего отводящего конвейера, который имеет два цепных конвейера со звёздочками 20 и 23, и две цепи, на которых с определённым расстоянием закреплены лапки пластины 42, пережимающие и разделяющие наполненную оболочку на мерные отрезки. Перекрутчик и отводящий конвейер приводятся от того же электродвигателя 39 через клиноременную передачу 40 и клиноременный вариатор, ведущий шкив которого имеет неподвижную 41 и подвижную 36 части. Подвижную часть перемещают через рычаг 37 винтовым механизмом и маховиком 34. На ведущем валу закреплена шестерня зубчатой передачи 21. На этом же валу установлен червяк червячатой передачи 29, от которой через зубчатые передачи 30 и 18 приводится во вращение цевка. Цепной передачей 27 через вал и винтовую передачу 25 приводится во вращение полый вал 24, к которому прикреплен навешивающий патрубок 26. Приемное устройство имеет 4 палки 52, которые закрепляют на ступице вертушки. Ступица вращается от электродвигателя 59 через клиноременную передачу 60, червячный редуктор 58 и фрикционную муфту 56. На диске установлены 4 планки 54. Планки упираются в упор 53, перемещаемый электромагнитом 57. При опускании упора ступица поворачивается на 90 градусов. Упор поднимается и останавливает ступицу. Автомат работает следующим образом. Перед включением автомата заполняют лоток оболочками. Шприцующая трубка находится в крайнем левом положении, одна оболочка в лотке. Включают нагнетатель фарша и электродвигатели приводов подачи оболочки, вытеснителя, перекрутчика дозатора и отводящего устройства. Шприцующая трубка подается вправо до упора. На нее надевается оболочка, а боковое отверстие совмещается с нагнетательной полостью вытеснителя. После этого включается вытеснитель и происходит заполнение оболочки. Заполненная оболочка попадает в цевку перекрутчика и на отводящий конвейер, где разделяется и перекручивается. Далее гирлянда сосисок проходит через полый вал и вращающимся патрубком накидывается на колбасную палку. После заполнения оболочки трубка возвращается в исходное положение. Фаршевый насос отключается и цикл повторяется. Ступица приемного устройства поворачивается на 90 градусов и навешанные на трубу сосиски снимают вручную с помощью палки. Производительность автомата до 1350 кг в час при массе сосисок 35-50 грамм. Мощность электродвигателя машины 7,5 кВт, масса 8,25 кг. Автомат AFS-B500 обеспечивает вакуумирование фарша, формование сосисок, навешивание гирлянда сосисок на колбасной палке. Он выполнен в модульном исполнении. 1. Модуль наполнения оболочки фаршем. 2. Модуль формования сосисок. 3. Модуль навешивания гирлянд сосисок на колбасные палки. Для заполнения фаршем применяют гофрированную оболочку. 4. Отечественную искусственную белковую белкозин, целлюлозную, импортную целлюлозную нонакс или типек. Размеры оболочки составляют в диаметре 22 ±2 мм, в длине для белковой 200 ±15 мм, для целлюлозной 380 ±15 мм. Сосиски формуют под вакуумом, при значении остаточного давления 0,4 мегапаскаль. Также на слайде представлена схема автомата AFS1000, который предназначен для наполнения мясным фаршем целлюлозной оболочки, производства сырых батончиков сосисок и навешивания их на приемное устройство. Технические характеристики представленных автоматов вы можете видеть в таблице на слайде. Автомат Я-3ФКС предназначен для механизации процесса формования мясных рубленых полуфабрикатов котлет и их панировки в цехах полуфабрикатов предприятий мясной промышленности средней мощности. Он состоит из рамы, устройства для формования котлет, двух сухарниц для нанесения панировочной муки, конвейера с рольгангом для перемещения заполненных лотков эксцентриково-лопастного фаршевого насоса для подачи фарша в приемный бункер формующего устройства, приводов конвейера формовочного устройства фаршевого насоса тележек Я-2ФЦ1В для транспортирования фарша от места приготовления до бункера загрузки. Автомат работает в автоматическом режиме. Его техническая характеристика представлена на слайде. Комплекс оборудования В-3ФФБ предназначен для формования батонов вареных колбас в искусственную гофрированную оболочку, соответствующую оболочке типа фиброус, с наложением на концы металлических скрепок. Комплекс состоит из вакуумного шприца В-3ФКА и устройства формования батонов В-3ФУА. К шприцу подводится револьверная головка с двумя цевками, служащими для надевания гофрированной оболочки и тормозных устройств. Одна цевка находится в рабочем положении, другая в загрузочном. Головка через кронштейн крепится к столешнице устройства В-3ФУА, которое располагается на платформе с двумя подвижными и двумя неподвижными опорами. На платформе крепится основание, где установлена столешница с каркасом, несущим на себе механизмы подачи проволоки и образования и наложения скрепок. Проволока наматывается на две бобины, укрепленные на каркасе. Механизм образования и наложения скрепок, механизм сжатия оболочки и отрезной нож приводится в движение двумя пневмоцилиндрами. От вакуумного шприца фарш в определенных дозах, заданных оператором, подается через находящуюся в рабочем положении цевку, в гофрированную оболочку с наложенной первой скрепкой. Одновременно с выдачей дозы фарша подается электрический сигнал, управляющий пневмосистемой устройства В3ФУА. Обжимается оболочка между батонами, накладываются скрепки на шейки батонов, отрезаются готовые батоны, изготавливаются скрепки, и рабочие органы возвращаются в исходное положение. Техническая характеристика комплекса оборудования В3ФФБ представлена в таблице на слайде. Автоматизированный агрегат PAL-51 фирмы Handmann Германия выполняет те же функции, что и выше рассмотренные агрегаты, но его узлы оформлены иначе. Агрегат имеет двухпоршневой дозатор 17 фарша, обеспечивающий диапазон регулирования по массе от 5 до 140 грамм. Фарш в дозатор нагнетают вакуумным шприцем. Цевка прикреплена к поворотному диску 16, с помощью которого ее устанавливают в позицию загрузки оболочки, из магазина и затем в позицию шприцевания. В этой позиции заднее отверстие цевки соединяется с дозатором, а переднее с поддерживающим устройством 12 перекрутчика. В процессе наполнения оболочка перемещается пластиной толкателем 15, которая перемещается по направляющей 13. Дозированные и перекрученные сосиски попадают между двумя лентами отводящего конвейера 10. И далее вращающимся радиальным рычагом 9 навешиваются на винт, соединенный в центре. Для приемки гирлянд сосисок с винта служит устройство, состоящее из диска 4 с четырьмя втулками 3, в которые вставляют колбасные палки 5. Диск связан корпусом со штоком 6, входящим в цилиндр 7. В начале цикла диск 16 с цевкой повернут вверх к магазину, где на нее из магазина надевается гофрированная оболочка. В этот момент в диск 4 вставлены все палки, и он занимает крайнее правое по рисунку положение. Затем поворотный диск с цевкой поворачивается вниз, и включается дозатор фарша. Происходит наполнение, дозирование и перекручивание оболочки, которое отводящим конвейером подается на рычаг навешивающего устройства, и на винт 8. Навешивающее устройство может формировать гирлянды из 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 сосисок. По мере продвижения гирлянд начинает смещаться диск 4 с палками. Когда очередная палка полностью заполняется, диск поворачивается и возвращается в исходное положение. Происходит заполнение следующей палки. Заполненную палку снимают ручную и заменяют на пустую. Производительность агрегата до 450 сосисок в 1 минуту, при диаметре от 11 до 42 мм, и длине от 45 до 400 мм. Мощность привода 5 кВт, масса машины 690 кг. Кроме вышеперечисленных машин, также используются коэкструзионные автоматы. Эти автоматы позволяют получать непрерывный фаршевый жгут, покрытый коллагеновой оболочкой. Жгут в дальнейшем пережимается, образуются отдельные сосиски или колбаски, которые затем проходят обычную термообработку. Оболочка образуется из коллагеновой массы, полученной после специальной обработки, мездрового спилка шкур крупного рогатого скота. Спилок промывают, нейтрализуют, измельчают и замораживают. Замороженное сырье гранулируют, добавляют воду и пищевую кислоту. Полученную вязкую массу гомогенизируют, охлаждают и в таком виде используют для коэкструзии. На слайде показана схема автомата для производства сосисок и колбасок методом коэкструзии фирмы Stork Protocol, Голландия. Он состоит из узлов подачи фарша и коллагеновой массы, коэкструзионной головки, узла затвердевания оболочки и разделяющего устройства. Колбасный фарш подается к машине по фарше проводу 2 и нагнетается шестеренным насосом 3 в патрубок 4 и далее в цевку 16. Коллагеновая масса поступает по трубопроводу 12, в насос 10 и далее через патрубок 11 в полость 14, экструзионной головки 13. Головка состоит из внешнего корпуса с торцевой крышкой, неподвижного 28 и вращающегося распределительного 15 конусов. Между коническими поверхностями образуется зазор, через который коллагеновая масса поступает на поверхность фаршевого жгута 17. За счет вращения распределяющего конуса 15 коллагеновые волокна накручиваются на фаршевый жгут, образуя плотную оболочку. В процессе коэкструзии головка охлаждается водой, которая подводится и отводится по трубопроводам 27 и 26. Конус приводится во вращение электроприводом 7, установленным на корпусе 6. Образовавшийся колбасный жгут попадает на конвейер 19, который проводит его через ванночку 20 с солевым раствором, который упрочняет оболочку. Далее жгут подается на разделяющий барабан 22, снабженный пережимающими клещами 23. В процессе вращения барабана клещи постепенно сжимаются, жгут пережимают и в конце разрезают на готовые сосиски 25, определенной длины. Длина сосисок или колбасок определяется расстоянием между клещами. Барабан приводится во вращение электродвигателем 24 через червячный редуктор. Готовые сосиски попадают на сетчатый транспортер, который подает их в башню, где они обсушиваются. Затем обрабатываются коптильной жидкостью и вновь обсушиваются. После этого сосиски поступают в аппараты для варки, охлаждения и упаковки. Далее рассмотрим автоматизированные агрегаты для производства сосисок без оболочки. Многие предприятия у нас в стране и за рубежом разрабатывали технологии и технические средства производства сосисок и колбасок малого диаметра, без оболочки. При этом требования к процессу, сохранение привычного вкуса, цвета и аромата, минимизация потерь массы в принятых границах. Все эти агрегаты состояли из двух частей. Устройство для придания сосиске определенной прочности и термоагрегата для последующей ее обработки. Переход от так называемой жидкой консистенции фарша к изделию, обладающему способностью сохранять и поддерживать форму при дальнейшем передвижении, осуществляют за счет коагуляции белковой фазы фарша, полной или частичной, поверхностной. Коагуляция происходит при нагреве фарша различными методами – теплопередачей от горячей воды или пара, электроконтактным нагревом или нагревом токами СВЧ. Все эти методы прошли промышленную апробацию при выпуске широкой гаммы продукции. На слайде представлена схема коагулятора установки Я8ФВВ, которая предназначается для производства сосисок без оболочек. Коагулятор состоит из цилиндрического корпуса 2, герметично закрытого сверху крышкой и дном 9 снизу. В крышку и дно ввариваются гильзы 7, в которые из вытеснителя нагнетается по трубе 3 фарш. Сверху фарша удерживается стальным штоком 3. Барабан приводится в циклическое вращательное движение и скользит в повторопластовому опорному листу 8. В местах загрузки фарша и выгрузки с коагулированной сосиски в листе сделаны отверстия. Во внутреннюю полость коагулятора по трубопроводу 4 подается пар или горячая вода, и отводится конденсат или остывшая вода по трубопроводу 5. Нагрев и коагуляция фарша осуществляется в течение одного оборота коагулятора. В конце цикла штоком 3 сосиска выдавливается на транспортер 7. Общий вид коагулятора Я8ФВВ также представлен на слайде. В корпусе коагулятора установлены в 4 ряда 540 гильз со штоками 6. Корпус приводится в движение храповым механизмом от пневмоцилиндра 8. Фарш в гильзы нагнетается шнековым вытеснителем 7. Штоки в зоне заполнения удерживаются сверху лопастью 3. Подача и отвод теплоносителя производится через узел 5. Фарш в гильзы нагнетается шнековым вытеснителем 7. Штоки в зоне заполнения удерживаются сверху лопастью 3. Подача и отвод теплоносителя производится через узел 5. Скоагулировавшиеся сосиски выдавливаются из гильз рычагом 4 и попадают на конвейер 9, которым перемещаются в термоагрегат. Производительность коагулятора до 240 кг в час. В коагуляторе установки автофранка фирмы Альфа Лаваль Швеция использован электроконтактный нагрев фарша. Коагулятор состоит из пластинчатого конвейера, на котором неподвижно закреплены стержень 1 с электродом 4 и полуэлектрод 5. Вдоль оси электродов может перемещаться тефлоновая втулка 3. В исходном положении 1 электроды разведены. В корпус с втулкой отведен до упора влево. По рисунку. Затем корпус со втулкой смещается вправо. Надвигается на полый электрод. Сдвигается до упора. И стержень 1 с электродом. Положение 2. В положении 3 полуэлектрод 5 совмещается с клапаном 6 подачи фарша. Происходит нагнетание фарша 8 в тефлоновую втулку 3. При этом корпус 2 сдвигается влево. В позиции 4 к электродам подают электроток, который проходит через продукт, обладающий сопротивлением, и нагревает его. Коагуляция фарша при температурах 54-56 градусов Цельсия происходит за 2-6 секунд. В позиции 5 корпус 2 сдвигается в исходное положение. И стержень 1 выталкивает сосиску 9 из тефлоновой втулки. На машине предусмотрены втулки со внутренним диаметром 18-20 мм. Производительность агрегата от 10 до 20 тысяч сосисок в час. Однако данный агрегат чувствителен к однородности и составу фарша. Далее в этом видео рассмотрим требования безопасности при эксплуатации оборудования для формования мясопродуктов. Подача сырья в бункеры и цилиндры шприцев должна быть механизирована и осуществляться по спускам. Ограждение бункера шприца должно иметь блокировку, предотвращающую пуск шприца в работу при открытом ограждении. Гидравлические шприцы следует снабжать исправными манометрами и предохранительными клапанами. На дросселе шнекового шприца необходимо устанавливать вакууметр. Педали шприцев должны быть ограждены от случайного включения. Откидные площадки для обслуживания следует располагать с правой стороны шприца. Они должны быть удобными для обслуживающего персонала и сблокированы спусковым устройством, предотвращающим пуск в работу шприца при откинутой площадке. На магистрале, подающей сжатый воздух под давлением, кроме манометра, необходимо предусмотреть редукционный и предохранительный клапаны, отрегулированные на требуемое давление. Движущиеся части привода конвейерного стола для вязки колбас, приводной и натяжной барабаны следует закрывать кожухами. Столы должны быть оборудованы выдвижными убирающимися сидениями для фармовщиков колбасных изделий, позволяющими работать в позе стоя-сидя, откидным сидением, закрепленным на ножки стола, для коротковременного отдыха рабочего, занятого навешиванием колбас, необходимым инвентарём и приспособлениями, шпагатодержателями, устройством для обрезания шпагата и оболочки, ёмкостями для сбора отжимов фарша и прочего. При применении автомата для формования колбасных изделий с наложением металлических скрепок на концы оболочек вращающейся детали автомата должны быть ограждены кожухами, сблокированными с пусковым устройством. При применении автомата для формования колбасных изделий с наложением металлических скрепок на конце оболочек Вращающиеся детали автомата должны быть ограждены кожухами, сблокированными с пусковым устройством. При открытом любом из кожухов должна быть исключена возможность пуска автомата в работу. Для изъятия застрявших скрепок предусмотрены специальные крючки. Управление работой котлетного автомата должно быть сблокировано с накопителем. Для аварийной остановки автомата на нём должна быть установлена кнопка для отключения котлетного автомата и накопителя от электросети. Движущиеся детали и узлы котлетного автомата должны быть закрыты съёмными, с защитными ограждениями. Противни и листы для укладки формованных котлет должны иметь гладкую, легко очищаемую поверхность без заусенцев, с хорошо пропаянными швами. Кронки не должны быть острыми. Лотки должны загружаться без перекосов во избежание их заклинивания. Загрузку у бункеров пельменного автомата фаршем и тестом следует механизировать. Вращающиеся и движущиеся части пельменных автоматов закрывают сплошными ограждениями. Пельменные автоматы имеют электроблокировку, обеспечивающую отключение привода при подъёме или сдвиге в сторону крышки бункеров для фарша и теста. Бункеры для фарша и теста должны быть оборудованы смотровыми устройствами для визуального контроля расхода фарша и теста. Обслуживающий персонал обеспечивается противопылевыми респираторами. Вы посмотрели видео лекцию, посвящённую технологическому оборудованию мясокомбинатов для формования мясных продуктов. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.